Всем привет. Сегодня я хочу попробовать сделать советскую игрушку волшебный экран по-настоящему волшебным, а также заново изобрести чиповый станок. В нашем детстве не было таких технологичных игрушек как сейчас, и речь даже не то чтобы о китайских планшетах, а просто о способах рисовать и стирать. Самой современной подобной просто рисовалкой, пожалуй, является вот такой планшетик на принципе жидких кристаллов, он всегда у меня под рукой для каких-то набросков и расчетов. Стоит около 200 рублей, стирается нажатием на кнопку, в общем красота неимоверная. Продается вроде бы даже в фикс прайсе. До этого, насколько я помню, у детей были вот такие магнитные рисовалки, внутри которых была какая-то жижа с металлическими опилками. А еще раньше, держите свои олдскулы, была советская игрушка под названием волшебный экран. И по сравнению с остальными рисовалками он был и правда волшебный. У него есть две крутилки – влево-вправо и вверх-вниз. При вращении этих крутилок на экране начинает перемещаться точка, оставляя за собой черную линию. Приловчившись вращать рукоятки синхронно, можно было рисовать наклонные линии, кривые линии и даже окружности. А особо талантливые люди рисовали целые картины. Да, кстати, оригинальная доска называлась H-Sketch и была придумана французским изобретателем. Чтобы стереть рисунок, нужно перевернуть девайс экрану вниз и потрясти. Мне, да и наверное не только мне, всегда было интересно, какое же волшебство спрятано у него там внутри, и в первом приближении можно было просто закрасить кусочек экрана. Под непрозрачным покрытием скрывается курсор, который это самое покрытие стищает. То есть экран по сути не рисует, а стирает, и видим мы темноту внутри корпуса. А также направляющие, которые двигают курсор. К огромному сожалению, а может это и правильно, волшебный экран имеет неразборный корпус, то есть намертво заклеен по всему периметру. И единственный способ его разобрать – это грубая мужская сила. Не волнуйтесь, для этого дела я специально купил другой, сломанный экран. Ну что ж, главная загадка детства разгадана, теперь я видел всё. Механизм оказался довольно хитрым и чем-то похожим на кинемайскую коры X-Lay в 3D принтерах. Самым интересным оказалось то, что у направляющих нет направляющих, и всё это дело работает чисто на натяжении металлических тросиков. Вот это действительно интересный механизм. Данный экземпляр видимо отсырел, потому что порошок внутри слипся и явно должно выглядеть не так. Я так понимаю, там был порошок и шарики для его перемешивания и равномерного распределения. Порошок кстати очень мелкий, по сути пудра, замечательно пачкается и очень плохо смывается, так что правильно сделали, что наглухо заклеили корпус. Ладно, что-то вступление затянулось, давайте переходить к делу. Значит у нас есть две крутилки и движение по двум осям. А это что? Правильно, самый обыкновенный станок с ЧПУ, человека при водимом управлении. Сегодня я хочу сделать из него станок с ЧПУ, численно под программным управлением, чтобы можно было выбрать на компьютере картинку и волшебный экран её нарисовал. Для чего мне понадобятся шаговые моторы, такие как стоят почти во всех ЧПУ станках. Кстати, если у вас тоже есть волшебный экран, вы тоже можете переделать его в станок. Всю информацию по моему проекту, инструкции, схемы, исходники программ и ссылки на компоненты на алиэкспресс вы найдёте на странице проекта у меня на сайте, ссылочка на неё как всегда есть в описании под этим видео. Самый простой способ сделать подобный станок – купить у китайцев ардуино уна с ЧПУ шилдом. Это единственный шилд, для которого уна вообще имеет смысл своего бренного существования. Ну и два драйвера для моторов в этот шилд поставить. А дальше берётся полностью готовый и годами отлаженный проект ГРБЛ, загружается в уну, настраивается при помощи специальной программки, и по сути получается самый что ни на есть стандартный станок с ЧПУ, которым можно управлять из любой программы для ЧПУ станков. Например я показывал в обзоре лазерного гравёра. То есть закинул картинку, и станок её нарисовал. И всё. По этой схеме сделаны 90% всех ЧПУ станков на ютубе. Это было бы слишком просто и скучно, поэтому я решил изобрести ЧПУ станок полностью заново с нуля и коротенечко вам об этом рассказать. Из электроники я взял платку Vemos Mini, она дешёвая и позволит управлять станком по вайфай, это удобно и довольно современно. Собственно задача состоит следующая – взять картинку и превратить её в набор сигналов для шаговых моторов, чтобы они эту картинку нарисовали на волшебном экране. Данную задачу можно решить двумя способами. В лоб, используя классическое программирование, написав кучу очень хитрых алгоритмов, сложных манематических формул и так далее. Или при помощи нейросетей, используя машинное обучение, что скорее всего будет гораздо проще и эффективнее. Нейросети становятся всё более мощной и универсальной технологией, которая внедряется повсеместно. Соответственно и специалистов по новой профессии машин лёрнинг не хватает, они даже заняли второе место в рейтинге дефицита специалистов в 2021 году, а сейчас каждый третий ML-инженер получает 170 тысяч рублей. Инженеры машинного обучения могут свободно чувствовать себя на рынке труда, ведь в какой бы стране они ни находились, найдут работу и будут получать за неё хорошую зарплату. Но есть вопрос, где этому учиться? Чтобы стать хорошим специалистом, очень важны качества и глубина знаний, а также много практики. Именно поэтому Skill Factory совместно с Украинским федеральным университетом создали настоящую магистратуру – инженерия машинного обучения. Это высшее образование онлайн с практикой на кейсах кампании и стажировками. Сокращённая специальность называется ML-инженер. Пример их работы – рекомендация в Яндекс.Музыке и чат-боты типа ChatGPT. Программа подойдёт для тех, у кого уже есть первое высшее. Обучение очное, поэтому сохраняются все преимущества студентов и отсрочка от военной службы. А сам материал будет доступен 24 на 7 на платформе. Во время учёбы со специалистами из IT-компании вы погрузитесь в процесс создания и обучения искусственного интеллекта, разберётесь в этике использования нейросетей и отработаете навыки на задачах партнёров, например ВКонтакте. Оставляйте заявку на бесплатную консультацию по ссылке в описании или по QR-коду на экране, и получаете образование для карьеры. И если с нейросетями я знаком очень отдалённо, то в школьной математике и всяких алгоритмах я весьма неплох, так что пойдём трудным путём. Но сначала нужно доделать сам станок и передать вращение с моторов на крутилке. И тут всё оказалось очень просто, диаметр вала под крутилкой 5 мм, такой же как у мотора, и к нему точно также подходят стандартные шкивы для ремней. Так что конструкция может выглядеть как-то вот так. Вал вращается очень туго, поэтому чтобы не насиловать мотор я взял готовую понижающую передачу, прям вот такой вот наборчик на алиэкспресс и продаётся, два шкива и ремень. Монтировать всё это дело будем на листе ДСП, даже останется место под электронику. Изначально я планировал просто прижать все компоненты шляпками саморезов, закрутив несколько штук под наклоном в разных местах, но предыдущий ролик на канале это обзор 3д принтера, который занял своё место в мастерской, так что будет как-то неправильно не воспользоваться им по назначению. Делаю замеры всех нужных размеров и перехожу во фьюжн 360, по нему на канале был огромный урок. Давно не моделировал, немного туплю, но думаю всё получится. Сначала сделал модель волшебного экрана и мотора, затем крепление мотора с возможностью перемещения по одной оси для натяжения ремня, и прижимную скобку для волшебного экрана, их будет 3 штуки. И вот так будет выглядеть вся система с креплениями. Остаётся только экспортировать модельки для обоих креплений и закинуть их в программу для 3д печати, размножаем до нужного количества и нажимаем кнопку разместить. Всё, можно отправлять на печать. 4 часа 7 минут. Как-то долго. Я убрал заполнение и увеличил количество стенок, чтобы модель полностью состояла из стенок. Увеличил толщину слоя и время печати сократилось до 1 часа 45 минут. Совсем другое дело. Вот они красавцы, ещё тёпленькие. Собственно выравниваю и монтирую. Вал крутилки имеет паз, нам оно не надо, запихиваем в него кусочек пластика. И затягиваем шкив, он как раз сожмёт вал с забитым пазом и будет хорошо держаться. Отлично, первая половина работы сделана. Натягиваю ремень, не слишком сильно, но и не слишком слабо. И теперь всё точно готово. Осталось подключить электронику, схема вот перед вами. Всё абсолютно стандартно, согласно любой картинке подключения этих драйверов из интернета. В жизни оно выглядит довольно стрёмно, но это эксперимент, печатную плату я решил не делать и просто собрать схему на макетке. ESP пришлось максимально отодвинуть от силовой части схемы, так как драйверы создают помехи и в первых тестах вайфай работал нестабильно. Моторы подключил на припаянные друг к дружку гребёнки, вот такой лайфхак. Подключаем всё это дело к компьютеру и начинаем кодить, тестировать и так далее по кругу. Данный проект, как наверное большинство всех моих будущих электронных проектов, будет сделан на базе гайверхаб. Это платформа для максимально быстрого и простого создания панели управления из готовых компонентов для электронных самоделок, разработкой которой я занимаюсь последние несколько месяцев. Собственно волшебный экран сейчас подключен к моему роутеру, я запускаю поиск, и вот он нашёлся. И тут я уже добавил всяких штук для управления. Кстати, гайверхаб – это народный проект, и вы тоже можете его использовать в своих поделках, ознакомившись с очень подробной документацией. Ссылочку оставлю в описании под видео. Первым делом нужно убедиться, что всё подключено правильно и работает. Левый верхний слайдер – это скорость для джойстика, её можно настроить и погонять рисовалку в ручном режиме. Вторым делом, хотя точнее это всё-таки нулевое дело, нужно настроить топ драйверов. Это можно сделать по формулам и документации, но я это делаю на глаз. Поворачиваю крутилку до упора по часовой стрелке, это будет минимальный ток, мотор не будет крутиться. Затем наклоняем джойстик и медленно поворачиваем против часовой, пока мотор не начнёт крутиться, и можно ещё чуть-чуть довернуть, на всякий случай. Дальше нужно откалибровать ноль. Концевиков в конструкции не предусмотрено, так что на пониженной скорости заезжаем в левый верхний угол, ноль находится там. На самом деле лучше и проще докрутить вручную за шкивы. Нажимаю зеро, ноль запомнили. Теперь нужно откалибровать размер экрана в количестве шагов. Из нуля на всех парах мчимся в правый нижний угол и нажимаем тейр – тарировать. Всё, система может ориентироваться в размерах экрана и настройки запомнились в память. Отправляю домой, кнопочка хоум, и моторы уезжают в точку ноль ноль. Вот эта область – наш экран, по нажатием на неё мотор отправляется в указанную точку. Так как гаверкаб работает на любых устройствах, я могу рулить позиции рисовалки также с компьютера, и тут это делать даже удобнее. Это просто пример возможности системы, на самом деле можно было выводить изображение, например точку нажатия и текущее положение курсора, в общем это как удалённый сенсорный дисплей. Ну а сегодня мы собрались не за этим, так что давайте всё сотрём и перейдём к рисованию картинок. Что такое в общем случае ЧПУ-система? У нас есть станок со своими электронными мозгами, и есть некоторая программа на компьютере. На компьютере мы берём картинку или 3D-модель, прогоняем через программу и получаем траекторию движения условной головы станка. Такие программы называются CAM. Извините, CAM. Например, для гравировки, для фрезеровки и слайсер для 3D-принтера тоже являются CAM. На выходе программы получается так называемый G-код, универсальный код для станков с ЧПУ, содержащий координаты, скорость движения, а также целый набор универсальных управляющих команд. Файл с этим G-кодом, который по сути является обычным текстовым файлом, тем или иным способом попадает в станок, и его мозги в свою очередь читают этот код и отправляют моторы на нужные координаты. Сейчас мне нужно будет изобрести свою CAM-программу, которая будет превращать картинки в набор линий, а их в какой-нибудь код для станка. Например, пусть это будут просто координаты точки через запятую на новой строке. Такой файл я закину во флеш памяти ESP, и это будет очень здорово, потому что его можно будет читать по одному символу до известных разделителей и получать координаты. Таким образом, нам абсолютно не важно какого размера файл, мы читаем его посимвольно. Останется только отправлять координаты каждой следующей точки на моторы, и это отдельная большая задача, которую я к счастью уже решил несколько лет назад. Планирование траекторий для шаговых моторов – это безумно интересная тема, которую я хочу посвятить отдельный урок на своём канале с уроками когда-нибудь. Сейчас у меня есть библиотека Giverstepper, в которой я закодил планировавшие движения моторов со скоростями и ускорениями, и очень вкратце работает оно следующим образом. Нам нужно доехать из точки А в точку Б по максимальной прямой линии, зная, что моторы – шаговые. Здесь, конечно же, поможет придуманный в середине прошлого века алгоритм Брэзенхэма, который используется для рисования линий. С точки зрения программы, мы будем двигаться по прямой линии, но вот алгоритм поможет моторам делать шаги именно в нужные моменты времени, чтобы линия получалась максимально близко к прямой. Этой весной у меня на канале вышел ролик про робота, который рисует нитью. Самого робота в видео не было, он появится позже, но там же я делал веб-сервис для трассировки изображений. И на этой базе мы с вами сейчас попробуем сделать свой софт для нарезки картины для самодельного станка с чипову. Финальная версия сервиса из сегодняшнего видео всегда доступна на сайте alexgaviergithub.io, вот тут. Но мы начнём сначала. Вот тут у нас есть загрузка изображений, простенький редактор, в котором можно настроить яркость, контраст, резкость перехода в чёрно-белый и так далее. Нам нужно из этого получить команды для моторов. После всех фильтров мы получаем чёрно-белое изображение, которое можно представить как матрицу из единиц и нулей. По сути, курсор волшебного экрана должен пробежаться по всем чёрным точкам, но вопрос в том, в каком порядке это делать, как сделать это оптимально и самое главное – автоматически. Я решил попробовать решить эту задачу максимально тупо и просто в лоб, и на удивление не прогадал. Допустим, курсор стоит в домашнем положении в точке 0.0. Начинаем поиск ближайшего чёрного пикселя самым простым способом – перебором пикселей вокруг курсора. Точнее, вокруг квадрат. Нет такого слова, но суть вы поняли. По квадрату. Не нашли на расстоянии 1, проверяем следующие и так далее. Как только находим первый чёрный пиксель, перемещаемся в него и закрашиваем, чтобы больше сюда не возвращаться. И начинаем искать следующие по точно такой же схеме. Звучит до безумия просто, и каково же было моё удивление, когда оно сразу же заработало, и заработало весьма неплохо. Фактически оставалось запоминать координаты каждой точки, в которой находился чёрный пиксель, то есть куда мы приехали, и передать всё это дело планировщику моторов. У алгоритма был явный недостаток – он не очень оптимально выбирал куда ему двигаться дальше и какую область штриховать, да и сами штрихи будут создавать слишком много мелких движений и вибраций для моторов, что не есть хорошо. Проблема в том, что мы ищем чёрный пиксель в одном и том же порядке, и у меня этот порядок взят вообще от балды. А что если начать, например, строгий поиск по часовой стрелке? Манера движения трассировщика очень сильно поменяется, и останется додумать последнюю деталь головоломки. Начинать поиск нужно не каждый раз из одного угла, а основываясь на направлении предыдущего шага. Если поиск ведётся по часовой стрелке, то начинать искать нужно слева от себя, и тогда трассировщик поедет по очень красивой и замкнутой траектории, стирая на своём пути все чёрные пиксели самым оптимальным для станка способом. И это был полный восторг. В моём редакторе изображения также предусмотрен фильтр определения краёв, если его применить, то получим контур, и трассировщик радостно его обработает. Тут естественно нужно упомянуть, что создаются явно лишние линии, но заставить трассировщик стараться проходить в тех местах, где он уже был, чтобы не портить рисунок, уже несравнимо более сложная задача, на которую я не стал тратить время. Настройка skip позволяет пропустить указанное количество точек, чтобы уменьшить их количество, вес файла и так далее, чуть пожертвовав точностью траектории и упростив задачу мотором. Нажимаем save, и сохраняется текстовый файл, который содержит координаты точек для моторов вот в таком виде. Затем переходим в панель управления, вкладка файл, и просто закидываем файл вот сюда. Он загрузится во внутреннюю память и будет доступен из программы. Переходим во вкладку cnc, это как раз меню управления станком. Можно выбрать файл из выпадающего списка и отправить его в работу. Ребята, оно живое. На видео кажется, что всё очень просто и весело, но на самом деле я шёл к теме самодельных станков последние несколько лет, и теперь таких проектов будет больше, так как я сделал для себя почти все недостающие инструменты и программы, и это было и будет невероятно интересно. Получился вот такой результат. Местами довольно кривой, но и получился он при пропуске очень большого количества точек траектории. Давайте уменьшим пропуски, тем самым повысив разрешение, и посмотрим что получится. Кстати, во время работы станок можно поставить на паузу, а потом продолжить работу. И получилось гораздо лучше. Дальше попробуем режим заливки. Возьму свой логотип, добавлю размытие, это уберёт слишком мелкие детали. Ну и можно запускать. Файл получился сильно тяжелее, уже целых 135 килобайт. Пошла жара. Я заранее очень доволен результатом, потому что это до последнего нолика в коде мой франкенштейн, и он максимально живой и работает. А вот он чё-то приболел. Почему-то всё зависло и работает очень медленно. Возможно, какой-то единичный сбой при чтении файла, потому что больше он не повторялся, а рисунков я суммарно сделал несколько десятков. Сбой прошёл сам собой, и процесс продолжился. Невероятно, контуры уложены ровненько, плотненько, прям красота. Но рисунок не чёрный, а местами как будто и не рисовался вовсе. В то же время, если порисовать на этих местах, то там всё нормально рисуется. Я подумал, что слой покрытия на экране слишком толстый, старый и прилипучий, и решил его очистить самым очевидным способом – нарисовать квадрат Малевича. Не помогло, и выявилась новая проблема. Несмотря на то, что линии уложены плотненько друг к другу, рисунок явно съехал вверх. Возможно, это особенность конструкции, которая проявилась только вот при таких движениях по периметру. Я немного подправил поведение моторов и ток драйвера, и оказалось, что да, механизм волшебного экрана в какие-то моменты щёлкает и перескакивает на несколько миллиметров. Вот тут вот эти моменты отчётливо видно. Что касается серых пятен, то причина в том, что порошок действительно густой, липкий и лежит на экране толстым слоем. И при рисовании он не весь падает вниз, а довольно приличная его часть просто раздвигается по краям от курсора, тем самым закрывая уже нарисованные линии. То есть рисуя плотно линии к линии, добиться чёрного рисунка невозможно. Я решил сделать разрешение доски настраиваемым, раньше оно было 600 пикселей в ширину. Для этого я ввёл разрешение в виде шагов на пиксель, когда экран откалиброван и известен его размер в шагах моторов, я задаю разрешение в шагах на пиксель, и получаю разрешение для экрана редактора, которое собственно в редакторе нужно задать. И чем меньше это разрешение, тем больше будет расстояние между линиями при заливке. Собственно я подготовил несколько изображений при разном разрешении, все их нарисую и посмотрю, станет ли лучше. Проведём эдакое исследование. Ну что ж, вот у нас 12 и 32 шага на пиксель. Полосок не видно, всё серое, полоски видно, всё равно картинка кажется серой. Остальные варианты в этом плане не сильно лучше и все попадают под теорему эскобара, и к сожалению на этом волшебном экране от разрешения рисования почти ничего не меняется. То есть рисовать заливкой идея такая себе, но одиночные линии видно очень хорошо, поэтому я решил отвлечься и сделать новый трассировщик, которыми рисуют любое изображение, используя одну тонкую линию и школьную математику. Всё очень просто, есть функция синус или косинус, неважно, они выглядят вот так. Если умножать аргумент на какой-то коэффициент, можно растягивать и менять её амплитуду, то есть размер по высоте. Идея прям очень простая. Мы делим изображение на горизонтальные линии, и каждую линию заполняем вертикальными линиями, цвет которых – это средний цвет под этой линией. И эту величину используем как прибавку к аргументу синуса, и на неё же умножаем результат синуса, приведя к высоте линии. И получается вот такая замечательная штука, довольно интересный эффект. В программе можно выбрать, на сколько линий разбивать изображение. Вжик-вжик, всё нарисовали, и что мы видим? Амплитуда не соответствует той, которая в программе. Тут ответ очень простой – люфт. Причём люфт не где-то в шкивах или тросах механизма, а прямо вот здесь, в конструкции курсора. Довольно неприятно, но проблема решается очень просто и точно так же в лоб. Добавляем ползунок амплитуды, то есть её можно просто увеличить и всё. Вот теперь другое дело. Совсем другое дело. Отличный результат, мне нравится ничуть не меньше, чем хитрая заливка и всё такое. Самое главное, что получается оно реально очень просто, и придумывать такие штуки невероятно интересно. Дальше мышонок джерри из проекта с нитками. Получилось не очень качественно. Бендер из футурамы. Кстати, нарисовался за 2 минуты. Но нарисовался не очень. Можно видеть, что линии явно не доведены вот тут, и вот тут, и я почти уверен, что это люфт. Он здесь довольно приличный. Пришлось немного подумать и добавить в свою систему компенсацию люфта. Как только мотор меняет направление, планировщик траектории крутит мотор в сторону нового направления несколько заданных шагов, соответствующих размеру люфта, и только после этого начинает движение по траектории. Настройка выглядит вот так. Вот тут у нас ползано количество шагов, и под ним кнопки для движения на это количество шагов. Задача – найти такое количество шагов, при котором при команде влево и вправо курсор не сдвигается с места. Это и будет люфт механизма. Что-то в районе 50. Далее вводим эту поправку вот тут. И теперь планировщик выбирает люфт перед началом движения, и позиция курсора соответствует заданной. Отлично, делаем то же самое для оси Y. Запускаю у того же бендера. Слышно и видно, как компенсируются люфты. Регулирую на слух и визуально, по факту пришлось чуть уменьшить, где-то до 30. И получился вот такой результат. Лучше? Несомненно лучше. Без люфтов точность курсора практически максимальная. В таком виде я и оставлю проект. Кому интересно, можете поковыряться, все исходники как всегда есть на странице проекта. Ну и напоследок порисуем всякое. Довольно сложный рисунок, много мелких деталей, явно не для волшебного экрана к сожалению. Следующий. Здорово, вблизи выглядит не очень понятно, но все детали прорисованы, издалека смотрится уже совсем неплохо. Дальше у нас много заливки, и это конечно же я. Как забавно серые артефакты образовали прическу, очень даже к месту получилось. Много мелких деталей и заливка. Человек-паук, паутина из рук. Ну кстати вроде неплохо получилось. В общем, на этой штуке хорошо получаются рисунки в комиксном стиле и с небольшим количеством деталей. Например, Бэтмен. Вообще шикарно. Наверное лучший рисунок за сегодня. Давайте ещё меньше заливки и ещё меньше деталей. Вот такие рисунки тут хорошо будут смотрятся, но всё-таки нужно допиливать алгоритм, чтобы он избегал участков, где ещё нет линий. В общем, идей для улучшения можно придумать много, а тут я свою задачу считаю выполненной. Штука теперь по настоящему волшебная и управляется с телефона, что от проекта и требовалось. Для меня он также является очень важным, потому что это первый проект, в котором я на реальном железе протестировал свою систему управления моторами, написанную ещё два года назад. И теперь мы с вами можем буквально играюще делать всякие люто необычные самодельные станки и прочих роботов. Это будет мега круто. А на сегодня всё, спасибо за внимание, увидимся в следующем ролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok